В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Гостями новогодней елки главы Ленинского округа стали несколько тысяч мальчишек и девчонок. Этот подарок от главы, я думаю, вам запомнится надолго, потому что мы сделали все, чтобы спектакль был замечательный. В преддверии зимних каникул сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды. До семи лет используется стандартное кресло. Это система из аффиксы. Крепится она на переднее пассажирское сидение жестко. В Развилковской библиотеке прошло заседание литературного объединения «Рифма плюс». В книге немного страниц. В них мои воспоминания. Видно, прошла новогодняя елка главы Ленинского городского округа. Во дворец спорта приехали несколько тысяч ребят, чтобы стать свидетелями красочного представления и зарядиться праздничным настроением. А все каникулы о том, как это было, узнаем у Юлии Пагасьян. Перед началом сказочного представления к юным зрителям обратился советник главы Ленинского городского округа Моисей Шамаилов, который отметил, что Новый год – это время чудес и исполнения желаний. Этот подарок от главы, я думаю, вам запомнится надолго, потому что мы сделали все, чтобы спектакль был замечательный. И вот мы вам желаем хорошего настроения и просмотра, чтобы вам эта сказка понравилась. С наступающим новым 2023 годом! И пускай чудеса случаются, а сказка никогда не кончается. Традиционно «Ёлка главы» – самое красивое и запоминающееся представление. В этом году для детей на сцене выступала труппа Подмосковного театра юного зрителя. Показали постановку «Щелкунчик». Захватывающий сюжет, яркие костюмы и интересные диалоги. Мне очень понравилось. И каждый день, я бы так хотел, очень весело было. Хорошие актеры. И вообще, я люблю этот праздник. А праздник этот любим, пожалуй, каждым ребенком. Многие дети к «Ёлке» подошли с большой ответственностью. Нарядились в тематические костюмы и полностью погрузились в сказочную атмосферу представления. А зрители постарше отметили высокий профессионализм актеров. Я сама занимаюсь актерским мастерством. Понимаю, что почти два часа очень тяжело играть на сцене. Но красиво. Да. Мне все понравилось. И уже есть новогоднее настроение даже. По завершению спектакля всем маленьким зрителям вручили сладкие подарки. Юлия Погосян, Александр Логин, Филина Кошелева. Вильнет. Без праздника и новогоднего настроения не должен остаться никто. В этом уверено руководство муниципалитета и бизнес-сообщество, которое в эти дни преподносит подарки самым разным категориям жителей округа, нуждающимся в заботе и внимании. В Ленинское отделение Центра социального обслуживания «Домодедовский» пригласили бывших малолетних узников концлагерей, где им устроили душевный праздник. Инициаторами встречи стали заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова и председатель Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Владислав Рымша. Они пришли с подарками и теплыми словами, в которых звучали не только пожелания в адрес героев праздничного застолья, но и важные истины для молодых поколений. Вы перенесли то, что фантазировать даже не следует, что представлять себе или пытаться понять, как это, даже не нужно. И самое страшное, что то, что ребенок в детстве вообще воспринимает в жизни или чувствует и понимает, оно идет за уже взрослеющим человеком через всю его жизнь. Избавиться от детских страхов, от детской боли, от детских кошмаров уже потом невозможно. Ксении Сергеевне Червяковой на днях исполнилось 90. Казалось бы, в таком возрасте только и дел, что сидеть дома и ворошить в памяти истории собственно прожитых лет. Но она здесь вместе с другими бывшими малолетними узниками. В войну мне было 9 лет. Нас немцы взяли, пришли к нам. Это Калужская область, Ульяновский район. Своя трагическая история есть у каждого из этих людей. Но сегодня они улыбаются. Любовь к жизни была сильнее и помогла в свое время выстоять. Теперь они преподносят уроки новому поколению. Под душой. Настолько они патриоты нашей Родины. Их ни за что не уговоришь, чтобы они что-то не сделали. И они настолько выносят всякие свои предложения, свои интересы, чтобы они хотели увидеть. Чтобы они какой фильм посмотрели, какую тему затронуть. И понимаете, что их волнует. Очень большой ведем, конечно, общественную работу со школами. Большую работу ведем. И что самое интересное, школьникам, чтобы я не рассказывала, какую тему не брала, им это необыкновенно интересно. Я заканчиваю выступление, они обступают меня и задают вопросы. И по теме, по разным темам. То есть, понимаете, дети у нас очень, ну так, такие, какие-то светлые, светлые, умные. Поколение детей военного времени показывает всем пример, помогая жителям Донбасса. Владислав Рымша был даже несколько обескуражен, узнав, что бывшие малолетние узеньки тоже участвуют в сборе средств для нуждающихся. Ведь им самим нужны помощь и внимание. Те люди, которым мы помогаем, они действительно нуждаются в нашей помощи. Но сегодня я был крайне удивлен тому, что эти люди пытаются помочь детям Донбасса. Для меня это крайне душевная такая вот история, которая, честно говоря, даже слов нету, рассказать, как это ценно и важно. Дважды в год перед новогодними праздниками и Днем Великой Победы торгово-промышленная палата оказывает внимание этой категории жителей округа. Считая своим долгом заботиться о людях, чье детство было закалено войной. В преддверии зимних каникул сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия, в рамках которых напоминают юным пешеходам и их родителям о безопасном поведении на проезжей части. На очередном рейде побывала наша съемочная группа. Рейд «Детское кресло» сотрудники госавтоинспекции провели на пересечении улиц Березово и Фокино. В этом районе расположено много дошкольных учреждений. Рейд направлен на перевозку детишек с использованием специальных детских удерживающих устройств. В основном у нас привыкли уже наши граждане использовать специальные детские удерживающие устройства при перевозке детей. Не так часто у нас появляются нарушители. Но, допустим, в выходные дни в ближайшем мы проводили рейд на территории Вегаса. Было проверено более 47 транспортных средств. Один водитель у нас пренебрегал безопасностью своего ребенка и был наказан административным штрафом. Штраф за нарушение сравнительно небольшой – 3000 рублей. Но главное здесь – безопасность ребенка. Ведь это самый важный пассажир. И он должен занимать в машине отдельное место, оборудованное специальным удерживающим устройством. До 7 лет используется стандартное кресло. Это система из аффиксы. Крепится она на переднее пассажирское сидение жестко. А с 7 до 12 можно использовать бустеры, специальные удерживающие устройства. И размещать детишек на заднем пассажирском сидении. То есть если мы на переднем пассажирском сидении везем ребенка, то только с использованием детского кресла. Также в зоне особого внимания инспекторов оказались водители такси. Мало того, что в такси обязаны быть детские кресла, но тем не менее нужно еще и предупредить о том, чтобы едете с маленьким ребенком. Чтобы водитель такси был вооружен. В преддверии зимних каникул сотрудники ГИБДД проводят целый ряд профилактических мероприятий. В рамках которых напоминают юным пешеходам и их родителям о безопасном поведении на проезжей части. У нас проводились рейды безопасный пешеход, безопасная зима, безопасные санки. В ходе рейда всем водителям были вручены информационные листовки, содержащие подробную инструкцию по перевозке детей в автомобиле. В библиотеке поселка Развилка прошло праздничное заседание литературного объединения «Рифма плюс». Презентация новой книги, чествование юбиляра и подведение итогов работы за год. И все это в дружеской, почти домашней атмосфере. 2022 год для литературного объединения «Рифма плюс» оказался богат на события. О них рассказали на праздничном, заключительном в этом году заседании, прошедшем в Развилковской библиотеке. Члены клуба 25 раз были отмечены на различных творческих конкурсах, выпустили пять коллективных сборников и поучаствовали в двух региональных. Издали множество собственных авторских книг. Но самое главное «Рифма плюс» продолжает прирастать новыми талантами. В 2022 году к нам пришли новые люди. И среди них юная поэтесса, нами любимая, Ассоль Сантекида. Больше всего наград за литературную деятельность в 2022 году получила член клуба «Рифма плюс» Тамара Селеменева. Коллеги по Перу поздравили писательницу с творческими успехами, а также недавним юбилеем. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, мира и тепла, а также творческих успехов. Милее вас я никого не видел, а я немало в жизни повидал. Речайший сплав ума и красоты, а заодно душевной доброты. Я здесь недавно познакомилась с удивительным человеком Тамарой Селеменевой. И я хочу поздравить ее с ее наступившим юбилеем и пожелать ей всего наилучшего, творческих успехов, открытий на литературном поприще, новых стихов, прозы, новых книг, новых знакомых и всего самого наилучшего в новом году. Тамара Селеменева также презентовала свою новую книгу «Живет, цветет акация», где собраны рассказы, написанные ею за последние четыре года. В книге немного страниц. В них мои воспоминания. Любовь к малой родине, родине, привольный кубанский край, моя мама, моя станица, соседи, речка и, конечно, мои любимые животные. Куда же я без них? Заседание получилось очень душевным. Добрые слова поздравления, стихи, проза, шутки органично сменяли друг друга. Мастера пера и слова вскоре соберутся вновь. Прозвилковская библиотеки, но уже в новом 2023 году. Екатерина Борисова, Иосиф Гринберг, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!